Барин Зефир будет комментировать на французском стриме параллельно нам Ну как бы не дня без опрошенности Я привык к задержке капрула Она уже немножко вдилась в мою голову Тут неожиданно начинается другая лига Здесь надо минимум 120 секунд Бывает, бывает, бывает Все мы люди, все мы чиновники Доса, но Наверное, тоже опс Тащим бы там в обе Потому что, как бы, капитан команды является Джулиан Значит, скорее всего, Досана тоже опс Надо только это утащить Ждем-ждем ответ Ждем, когда все будем готовы Чтобы запустить лоббит Начать эту игру Начинаем, кстати, с ЗВЗ Потом продолжим в ПВП Потом будет ПВТ И еще один с зеркальным А сейчас будет ТВТ Все с зеркальным А сейчас посмотрим Так, по-моему, задержка уже прошла Мы снова в сети Это вообще подтверждение того, что Сону и Досана являются тоже обсервером Но это матчи Запускаемся Запускаемся внутрь Сегодня мой голос будет тих, как никогда Одной простой причине Мы, скажем так, немножко полечили нашу кошку И теперь ей нужен отдых Перемещаемся в игру Мукашей Розовый зеркал С верхнего левого угла Синхронно с Нугури Синим тоже зеркал С нижнего правого угла Пока что играет симметрично Начинают я не через дрона и овера Это увлекает меня на то, что у них в неком роде есть макро планы Привет, мастер лазер Привет, сега Страивайтесь поудобнее Смотрим Смотрим Пока что в старкрате ничего не происходит Будут ли какие-то отличия в опенинге Очень интересно посмотреть Нет, оба игрока выводят в дрона На шестнадцатую хату Мукашей Как будто бы на 10-15 больше мини-ральщиков Но я не считаю, что даже в мачапе ЗВЗ Это имеет хоть сколько-нибудь большое значение Добавляется новый дрон Это хата Госпу с обеих сторон Овера также взят относительно симметрично Сейчас первая пара Буквально в вальсе встретятся на середине карты Привет, синглер Ты сегодня у нас начинаешь со скамейки запасных Но не исключено, что пригодишься Потому что, например, августа, по-моему, на канале не было А он второй Всякое может случиться Мы и так не являемся фаворитами этого матча Если по-честному Лэнджел Слинкс Очень сильный про-про состав Какой-то даже странно сильный Не то чтобы я их подозреваю Но они на РСЛ Вот этим вот Практически этим составом Едва ли не наваляли нашему про-коллективу В котором одновременно тогда находились Мастер Ласи, Диден, Сансы Кто был четвертый, я не помню На той игре Но мы выиграли буквально со счетом 3-2 Усилиями Дидена Который забрал обе свои карты В эйс-матче он доказал, что является сильнейшим Симметрично, строго симметрично играют оба зерка Даже разведка у них похожа Овер прилетают, чекают тайминги 3-й базы Заказываются муфлингом Дрончики также активно строятся Досана пишет Ах Небольшой чатик С другими псами Жалуюсь на свою жизнь На то, что я чуть не забыл о том Что тут как бы немножко другие правила задержки Королевы удобно располагаются внизу Здесь уже первый линк Начинает фокусывать 3-ю фату на горе Три других собачки будут присоединяться к ним Но их отгонят Здесь на горе больше Рваный от Митри И он с этой задачей справляется Побитого зеркаля не подставлять Любой линк завоза на самом деле важен Линги Жизни лингов важнее Кстати, в Макушейда дрон залип Вместо того, что вы ставите Бенлик Несту Он наткнулся в королеву И он будет поставлен только на 35-е И даже не Бенлик Нест Ороч Варен в зато Вот в таком стоматическом здании Ставались в розовый зерк Вместо того, что он начинает пушить Третье база принято Пока тут Только замурвлены Боины Королев в позиции Королев в позиции Это на тот фактор, который привык Это отменить свое решение Он не стал фокусировать только на Боинов Так он не был верен в том, как быстро они достаются Ох, какая встреча могла быть хорошая Так, тут Линк прибегает Разведывает наличие третьей хаты Ему отправляются сразу шестеро Шестеро кусок И сейчас покажут ему, что он зашел не в тот район Тараканы уже заканчиваются розовым зерком Вместо того, как на горе Додранивается Здесь есть множество линков Но если тараканов соберется Достаточное количество То им будет сложно Есть три бейдлинга Даже четыре Их нужно оберечь Но Гури все еще дронится Он потихоньку и качает Входить вперед по экономике Вот, собственно, график Согласно которому он Начинает Своё экономическое чудо Своё зерговское экономическое чудо Здесь линки пытались разведывать мэй Но им-то не дали Не дали сделать Размены в целом Около дикторальные Как для стадии игры Они практически нулевые Ах, почему-то дроны были сорваны С натурала Видимо, здесь было какое-то происшествие С линго-бейдлигой Надо теперь возобновлять добычу в натурале Срочно Потому что процедка по экономике Будет серьезной И не надо делать ее длительной Тут прибегает кучка тарканов Есть также шесть бейдлигов Будет сложно на Гури Отбивать свою происходящую экономику Но Он вынужден Он вынужден Просто вынужден Тарканы уже здесь Надо с этим что-то делать Также очень много бейдлигов Идет наверх Упасно останавливает положение Я не хочу так Плохие взрывы бейнов розового зерга Но у него большой боевой лимит И не факт, что даже с королевой Мне удалось с этим что-то сделать GG пишет на Гури По 0-1 Аксид будет нашей второй картой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Август единственный игрок которого на момент начала матча не было на канале я успел отметить это уже по ходу я успел отметить это уже по ходу Продолжение следует... 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 новый сакастер и yplw входит в нашу игру час от часу не легче они просто на каждую карту новый сакастер настолько псов как будто мы реально играем pvp а не pvd сейчас четыре человека похоже у нас будет задействовано на этой игре причем 3 сам не являются обозревательной команды соперника и это разрешено правилами не более трех сакастер на стрим все в пределах рамок я не ощущаю себя вправе что-то требовать связи с этим и 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 А второй сразу же Аура Смерть. Будем смотреть ПВТ вместо зеркального матчапа. Единственный не зеркальный матчап у нас на сегодня, за исключением возможного эйс матча. Рэпид Варио Снэйк, Синий Протос встретится с красным тираном Декстом. В общем, вы убедитесь секунда на секунду. Просто на тоненького, как будто профессионал. Переключу вас в решающий момент. А, боюсь, тебе кажется, что ты его победил, если ты все еще пишешь на ютубе. Ладно. Верхний левый и нижний правый угол снова используются. А, Лаунчер победил. Но Лаунчер, это хорошо, что ты его победил. И он ставится дома. Сапайка тоже ставится дома. Надеюсь, что это не какие-нибудь прокси-бараки, что мы увидим красивую, вдохновляющую игру. Снэйк вообще достаточно хороший игрок. Декс тоже показывал весьма и весьма положительные результаты. Особенно, как оказалось, матча по ТВТ и вроде как ТВЗ. Я не помню, что у него по ТВП сейчас. Все-таки мы не так часто с ним сталкиваемся, хотя довольно часто. Наши игроков, я знаю, лучше, чем игроков команды соперника. Это у нас уже третья встреча с Энджелс Линкс, если не четвертая. В течение последних нескольких месяцев, начиная с августа. Рабочие разведчики пересекаются немножко со стороны Террана. Они проходят по фактически одинаковые траектории, по кратчайшей траектории между базами. Я, кстати, только недавно узнал, что именно по этой траектории на самом деле и измеряется рождистанс карты. Такая ключевая характеристика в картостроении. Здесь же кибернетка в Нексус. Даже второй газ с Торемпиона будет поставлен до Нексуса Снэйком. Видимо, стрелок с оболкой инженеркой. В сегодняшней мете это опасение очень оправданно. Ну, а Терран еще может успеть это сделать. У него есть минералы на соответствующие действия. Факта до командного центра уже заказана. И рабочий здесь, наверное, будет какой-то скрытный бункер ставить. Халявный. Этот могущественный КСМ. Эта пробка приезжает сюда ставить третий пилон в прокси. Ну, в таком прокси-курильщика. Или же она разведывает прокси-старпорты. Напротив. С учетом, почему я сказал прокси-курильщика? Это такой прокси, который вроде бы и прокси, но в то же время оно скорее скрывает технологию, чем агрессирует на соперника. Оно не является опасным. Декст не блокировал инженер, когда Декст не ставил бункер, он оставил здесь КСМ для того, чтобы ей доразведывать технологию. А технологии-то нет. Ну, то есть, технология есть, но он ее не увидел. Это роба. Это нет Twilight первым. Я думаю, КСМ очень хотел бы это видеть. Робка же, в свою очередь, прекрасно видит достаточно поздний тайник. Постановка командного центра после старпорта. Здесь он сделает циклон первым юнитом. Нет, выиграет Декст. Отдаем его в этом должность. Здесь же ставится батарейка в ответ на увиденное производство на технической лаборатории в заводе. Очевидно, что Снейк знает об этом больше меня. И он сразу же предположил, что это будет циклон. Призна, веру, юнитом выгнетает из роба. Погодите, это что, дробь Дезераптора? Ох ты. Я давненько не видел таких элитарных билдов для настоящих мужчин. Ну то есть, агрессирующей технологии у Снейка сейчас нет. И при этом он с Ларид Призм первым юнитом из роботикса. Я считаю, что здесь нет другого выхода, кроме как Дезераптор под бустом. Ну не хватает только буста прямо сейчас. Пошел буст в скорость Призмы, вот. Даже так. Да, наверное это точнее. Так, два рипера и циклон приезжают вперед. Один из риперов может быть убит, но этого не произойдет. Сейчас. Я правда не знаю, видел ли Тиран Призмы. Это очень важная для него информация. Если бы он увидел такую гранью Призму без других юнитов из роботикса, то сразу же заподозрил бы дробь Дезераптор, а значит циклон наверняка поехал бы домой. Также тут уже Викинг патрулирует воздушное пространство над Вейном, над Натуралом. Единственное, что не хватает соответствующего ему товарища, прикрывающего. Вариант возможного вторжения вот этого телеколепного юнита. Пустится также колесик. Заканчивается скорость для Призмы. Призма теперь будет летать как ошалевая. Дейк выбирает игру через роботикс Бэй. Очень быстрый роботикс Бэй. Без твойлайта. Призма улетает от Викинга. Поним, что зашла, видимо, не в тот район. Викинг пытался ее преследовать, но в то же время он боится потерять позицию. Он не имеет вижения на эту Призму, не знает, где она может быть. И что она не заходит ему за спину в этой секунды. Я не знаю, насколько безопасно под танком бросать, выбрасывать не здесь Раптора. Ну, достаточно безопасно, чтобы он выжил. Но под двумя атаками уже точно нельзя будет. Так, Ройта тут подержит секунду. Так, Призма потеряла только щиты. Здесь ретер контролирует амик постановки третьего командного центра. Амик только сейчас добавляет второй и третий гейты. Это колоссальный уязвимый, с которым Декс, тем не менее, не использует аж никак. Здесь другой Репер контролирует. Он альтернативную локацию для третьей базы. И он блокирует постановку. Он может даже убить пробку сейчас. И пробка будет жить, потому что Репер дня был доконтролен. Но зато Протас отдал Терану фулл-разведку. Делается стимпак для 7 морпехов. Уже 8 морпехов и 2 мордеров. Также заказаны щиты. И плюс 1 на атаку. Достаточно поздний тайминг и технологии у Терана. Посмотрим, чем это может быть оправдано. Ну, наверное, и ничем. У него нет ни рейванов. У него только один циклон и 3 танка. Декст предпочитает сидеть в этом матче в глухой обороне. Циклон. Почему циклон живет? Я не понял. Не было доконтрольной сферы Дизраптора. Циклон не был убит. А ведь именно такой должна быть идея. Пошел зацеп в призму. Надо его сбить. И это успешно происходит. Единственное, что хп были дропнуты. И циклон еще и преследует. Преследует. Он знает, куда полетела призма. Надо сменить территорию, чтобы срезать угол. Ну, достаточно того, что... Так, просто перестал прогнозировать эту траекторию. Дома варпуются юниты. Дома доделывается третий Нексус. Третий командный центр заложен только что. Скоро Террен пойдет в мощную атаку. У него уже есть мародеры. Единственное, что у Террена 94 соплайплок. Я думаю, что им очень досадно видеть это. Две соплайки вот-вот закончатся. Фугасы также добавляются к этой атаке. Викингов на самом деле не так уж и много. Пробить циклонов, пробить колоссов, если они будут в позиции, будет тяжело. Но даже с семью мародерами под стимпаком, с фугасиками и даже девяти мародерами наверняка эта задача будет сложной, если здесь включить в нужный момент Б3 оверчардж. Кстати, об оверчарджах есть. Чардж у Снейка. Хорошая технология для того, чтобы создавать фланг. Создавать фланг против такой маленькой группы войск, которая зависима от своих танков. Это важно. Танки начнут давать свои залпы по диву. Тут где-то теряется дезраптор тем временем. Обидно. Не удалось подвоить теряна на муве. Я думаю, что Снейк рассчитывал на этого дезраптора. Происходит даваром двух зилотов и трех сталкеров. Тут же присоединяется второй дезраптор. Третий делается без буста. Блинк тоже не добущивается к началу сражения. Теряна уже практически здесь. Медиваки и Викинг вылетают вперед. Это достаточно опасно. Дезраптор. Безрезультатен. Теряна делается испугом. Здесь, я так понимаю, зилоты, это танкоприемники. Располагаются в позиции. Танки постепенно перераскладываются вперед. Декст ведет осторожное наступление. И его легко понять. Он знает, какие именно угрозы являются для него главными. И Викингом сможем вылетать вперед, для того, чтобы фокусить колоссов. Из-за этого приходится только танками постепенно продвигаться вперед. Пока что декст делает это весьма и весьма успешно. Тем не менее, боевые лимиты сравниваются. Здесь есть два дезраптора, которые могут изменить перелет в сторону синего игрока. Зилоты начали влетать вперед, колоссы идут сзади. Дезрапторы стреляют углы в холосту и зилоты погибают. Викинги все еще живут. Один колосс уже упал. Уверчарж батарейки практически закончен. У протаса, после чего он уже будет в бите. Доварпывается новая пачка зилотов. Немножко тупя она выходит из-за своих. Танк где-то с фокушен двумя сферами сразу. Два танка осталось у красного игрока. Но пачка пехоты маленькая. Нужно дотекания дожидаться. У него дома должна быть солидная пачка. Если я правильно понимаю происходящее. Да, так оно и есть. Надо дожидаться этого дотекания, прежде чем навязывать новое сражение. Четвертый некс используясь с лучшим закладывать снаик. В другой стороне карты уже был заложен четвертый командный центр. Вот он. И заказ на грейд 2-2. Тени же игрок предпочитает сосредоточиться только на грейдах на атаку. Ведь портасовский модификатор атаки без... Сильнейший в игре. Архонты и Мортовы имеют пятерочку. Каосы имеют общие... Два общие атаки. А по легким линиям там... По 15. Даже. Четыре мародера с восемью мариками летят в дробь в одной стороне. Основная атака направляется в сторону третьего нексуса. Ну, наверное, даст его. Наверное, зря он так заборочился с дизом. Но тут... Смотри, сколько тут мародеров. Мне кажется, снаик большой беде сейчас окажется. Тут дробь. Два ставкера недостаточное количество для того, чтобы с этим расставиться. И во время рекола начинается атака в центре. Ох, какой взрыв! Сколько мародеров только что погибло. Эта атака сразу же была отбита. Атака на мейне отбита с минимальной потерей. Попробуем архива тамплеера. Надо спасти только... Ох! Ах, архива тамплеера падает. Это единственная серьезная потеря, которую понесны в ходе этой атаки. Тиран не использовал тайминг 2-2. Апгрейд на 2... На плюс 2 на атаку доделался сразу после того, как сражение закончилось. Так что можно считать этот стадий игры для Декста неудачной. Но он перестраивается. Он перестраивается в воздух. У него добавится большое количество витегов и либераторов. Он будет зонить колоссов и дизрапторов. Чтобы не получать от них в дальнейшем настолько большого урона. Какой-то интересный блинк одного сталкера. Он видел бы контролировать фланг. Плюс 3 на атаку. Срам, слушай, заказанный Тираном. А красный, помимо архива тамплееров, выстраивает Дарк Шрай. Боржен Скан на позицию Протаса. Я сомневаюсь, что Тирану захочется нападать на позицию своего 3-х дизрапторов. И вот первый выстрел уже успешен. Второй выстрел тоже неплохо на самом деле. 4 марика это всяко, а не 0. Тяжело дается инициация. Где-то гибнут пробки. Тут залетает либератор. Он бил 6 пробок. Ставкеры не успели отреагировать. Тут параллельный контратак и забегание зилтов забирают 4 КСН. Делают это не бесплатно. Ну и либератор тоже стоит денег. Плюс 3 на атаку начинаются. У Протаса единственное, что не хватает грейдов на армор, наверное. В некоторой степени не хватает защитных грейдов, чтобы сильнее стоять против Тирана. Но сложно, сложно, сложно следить за это Снэйка. У него и так... Кстати, газ один на мейне не качается. Как хотел сказать, что у него просто мало газа. Но... Дело в нем. 1200 газа в минуту уже добывается Протаса. Но здесь очень много викингов. Колоссы просто не будут жить. Вот причина перестойки дизов. Хорошая причина. Весьма уважительная премию дать. Пятый Нексус. Нижний Геннеллул. Может быть атакован сейчас с той группой. Но здесь в хорошей полупозиции находится Станкер с колоссами. Они сейчас встретят все это добро. И если у них контрольный, то колоссы вмиг разрешатят всех. И так оно и происходит. Пока Сталкеры пострадали у синего игрока в ходе этого сражения. У него уже больше эмита. 200 лимитов против 175. Что же по стоимости армии, то она тоже выше. Девается Блинк Дарка. Стратегически важное улучшение для лейтгейма ПВТ. Предсказано несколько назад товарищем Кагуаром. Ныне используется практически всеми протосами повсеместно. Либераторы неудачно инициируют сражения. Они потеряны. Практически все. Только два выжило. И остальные не сказать, чтобы наносить урон. Их круги находятся за спиной своих же пикетинцев. И танки тоже оказались далеко в ходе этого сражения. Первый Дарки Варплеса. Дарки Варплеса не отправляются в сторону третьей локации. Ирона. Здесь же подходит дотекание. Рассчитывает он продавить позицию. Здесь даже Нексуса нет. Не понятно за что сражается Красный Грок. За что сражается Синий Грок, я понимаю полностью. Эти Дарки, кстати, сменили свою траекторию. Они решили трикштурмовать планетарные крепости. Пытался преследовать своего соперника. Вот он на развороте ловил либераторами. К счастью для меня неудачно. Дарки могут взяться сейчас в основном в армии. Будет очень больно, если они сделают это. Прошу делать Снэйк. Так что не делать вслепую. Два либератора разложились на пятой локации. Забрали пять пробок и улетели. Потери небольшие. Можно даже сказать щекочущие. Вот такое улучшение. Такой традицион готовит декст. У него одновременно фьюжн-кор и улучшение на радиус ЕМП к гастам. К слову, гастов он пока что не добавляет. У него 19 мародеров, 38 морпехов, 6 либераторов, 8 литиков. Ни одного танка не осталось в позиции Терана. Я не уверен в том, что остаться без танков это правильное решение. Все-таки либераторы, они зонируют определенную область. И они зонируют всю местность вокруг себя от пропаса. И если либераторов поймать на перераскладке, то можно будет вполне здраво инициировать. Тоже был декст в виде также вот этих вот мужчин в плащах. Они отправились снайпить эту планетарную крепость. Эта планетарная крепость должна упасть. Ее некому чинить. Блинк. Ни один Дарк не погиб при съемке этого видео. Фу, если что, будет в реплее. Мало ли кому-то он понадобится. Прекрасная комическая ситуация у синего игрока. У него уже шикарный банк. То есть 7000 ресурсов. Это немногим меньше его стоимости армии. Один из Дезрапторов такида хороший зал. Добавляется гейтвей. Добавляются новые Дезрапторы взамен утраченных. Теперь, кстати, заразил одного из брафехов в меди-вак по ошибке. Есть такая помарка даже микроконтроля. Некритичный. Сильный ЕМП от ГАСТа. Множество сталкеров. Количество, как раз, на шести штук оставить без щитов. Кроме того, без щитов остался один из Дезрапторов. И можно очень комфортно фокусить. Когда я не в таком язвелом состоянии. Кстати, тут дырки снова забирают планетарную перепасть. Сейчас это не наносит тирану особого урона. Потому что оба игрока сидят на 200 лимитах. Оба имеют банк. Это игралия только в довольно срочную перспективу. А довольно срочная перспектива нашего игрока хорошая. Пока что он разменивается в 4500+. Гриды только плохо делаются у Снэйка. Надо бы щиты заказывать или броню, или что-нибудь в своей фараже. Снова прилетают два Либератора и снайпы пробок. Нахально прилетают над сталкерами. Просто... Просто нахально. АФ-2 дергаются домой. Но уже никуда отсюда эти воинственные женщины не улетят. Господи, сколько же тут дезерапторов? Их целых 9 штук. На самом деле Снэйк играет с огнем. Да, вот снайпят эти базы одну за одной. Тут уже орбитальные станции прилетают сейчас криво. Тарки могут идти с блинком. Скан имеет ограниченный радиус действия здесь. На этой вакансии викинги пролетают. Видимо, какой-то контр-харас, отчаяние. Я не понимаю, что они здесь делают. Сталкеры решили, что эта угроза не стоит того. Но это не те дроиды, что вы ищете. И просто проходят мимо. Викинги же летают. На крейсерской скорости получают. Еще одну серию залпов. Видимо, Террен просто избавился от них. У меня нет другого логического объяснения. По которым 5-100 террена дает на муве. Такую солидную группу юнитов. Лишаясь юнитов этого типа на все 100%. А тут идет атака основной армии. На неприкрытую планетарную крепость. Она долго не протянет. Как бы ее декс не пытался вычинивать. Рабочие будут потеряны. Есть множество дезрабторов для того, чтобы отзонить наступающую пехоту. Качественный юнит. Хороший юнит. Смотрите просто на эту потерю. 8000 плюс для Снэйка. Кстати, я счет не поставил. Но проигрываем одинок. К сожалению, да. Это именно что. Спеншел. Это хороший, качественный смайлик. Я такие вещи уважаю. Гасты погибают. Мордюры не успевают ничего сделать. Танков, наверное, не хватает. Чтобы качественно зонить. Ой, как же он начинает разлетаться под дезрабторами. Это GG. Это GG, господа. Это 1-1. Декс покидает игру. Хорошее продолжение банкета. Субтитры будет. Прекрасная игра от нашего игрока Чуть не отобразился, потому что кастинг Тул считает, что сейчас должен играть август Но мы сыграли третью карту в первую очередь Теперь я запрашиваю возможность играть четвертую сперва Все-таки я желаю потянуть время, вдруг август все-таки появится Вдруг, конечно, бывает только пуг, да и то не всегда, но я надеюсь Надежда это то, что у меня есть сейчас Прямо как на этих дезерапторов, так и на августа Я наведу заранее на Севросов голод Она же... Прямо... Прямо как на этих дезерапевт Кто то не отвечает? Прямо как на этих дезерапевт Рядом Есть Создаем лобби для четвертой карты, мы верим в то, что Август просто немножко отвлекся и он успеет нам и прийти мгновенно, присоединяется к игре, я еще раз предупрежду Сигвера о том, чтобы он был на готове Конечно, такие замены не усиливают наш состав Ну, кстати, вот смотрю, может быть на Августонополизерге, кто знает Может сейчас он отбивается от них, стоя в дверном проеме, как в стенке и отбивается от толп зерглингов Роджик является спиртом, он заеденется исходя из этого зефира, я сразу же перемещаю в серверы Параллельно себе Наверное, я не буду больше давать анонсы в лиге какие-либо Потому что это неэффективно, вряд ли кто-то будет переходить по ссылкам, оставленным там Кроме, наверное, каких-то заинтересованных в просмотре администраторов или специальных стрелок в возникновениях в стадиях турниров Но они найдут матчи так Им не обязательно лишнее упоминание Вспоминание Вспоминание Спрашиваем непосредственно участников матча Liberty Project моментально подтверждают Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сингер в случае чего будет играть матча по твп против нового Я тебе сейчас скажу примерно на что мы можем рассчитывать Новый является 4500 Продолжение следует... Думаю, Сингер вполне по силам его обыграть Но Август просто с этой задачей лучше Вот так, Хрифан Оу В Liberty просто недержание небольшое случается в этот момент Видимо он тоже совершил сделку с Дьяволом как и Тайкус Но... Убивать королеву Клинков Он в этот раз не будет Он играет матча по ТВТ против Angels Links Project И является аутсайдером этой игры У него на 300 ММР меньше На таком уровне это уже весьма и весьма солидная разница Это практически целый Тир Лиги Звук починю Теперь уберу от вас эту странную вещь Которую вы не понимаете почему появляется А она появляется потому что у меня Кнопки переключения сцен и горячие клавиши выставлены на нампаде А как позже выяснилось ВЦС интерфейс Имеет кнопочки также на нампаде Я не знаю насчет сравнений с Юзикоти Но... Ему по силам бы играть 4 500 протиса Я думаю это возможно Выставим счет Ох, хватит оружить и мечты Чуть не выставил нам две победы уже Мы отыграли первую и третью короту Сейчас я играю в четвертую Да, действительно счет 1-1 Снэйк выиграл свою карту Также свою карту выиграл Мукашейд в противостоянии с Мугури Здесь же Проджект Наверное лидер своей команды Сильнейший игрок И глядя на все это дело Либерти решает что Он не будет Он не будет Он не будет долго ждать Он хочет выиграть прямо здесь Сейчас 2 паркси брака установлены И здесь есть 1 газ Который будет их обслуживать Терран играет через 2 газа Я не могу называться большим экспертом Получим по ТВТ Здесь будет 2 технические лаборатории Это бародюры Билд по-моему больше Больше про ТВП Здесь же разведка поставляет что барака дома нет Алярм Закрывается стенка Ставится бункер наверху И рипер тоже наверное задержится На своей локации Он кроме того проверит что это за тип прокси Сейчас он это прокси найдет и все поймет Все поймет project Думаю он просто увидел техническую лабораторию Которая к тому же еще и светилась Ему сразу все стало понятно Что никакими гастами здесь не пахнет Рав у нас сегодня не в сети Играет Либерти Кстати не будет делать большой ставки видео на прокси Либерти Он отправил ксм домой Он не будет какие то бункеры здесь выставлять Да и смысла в этом большого нет 14 рабочих 22 Вот главная проблема из-за этого дебюта Но есть 4 мародера 4 мародера должны сейчас это компенсировать Есть морпех Есть 2 рипера Которые появятся кстати в контратаку Великолепное решение от project Он где просто терпеть дома А тут в контратака Project великолепно тыкивает против фокси бараков И похоже что он выигрывает эту игру Бункер просто так не пробить Тут много ксм которые выучили Сейчас появится циклон Циклон будет наносить по противору просто бишь на урон А тут уже 2 рипера пульствует их некому убивать Воплайт Либерти Увы проигрывает свою карту Но он не был фаворитом Мы не ждали от него слишком многого Да уже 7 ксм осталось 5 смогут спрятаться Но не более Количество посадочных мест в орбитальной станции ограничено Это даже не орбитальная станция Это все еще командный центр Здесь уже Старпорт установлен Ох как теряется циклон Какие мощные залпы совершают эти Мужчины в мощных костюмах Но появляется танк На этом не видена песня спета GG Либерти покидает матч Спасибо Либерти за игру У него неплохой план Но он не сработал Субтитры сделал DimaTorzok Наконимает Ирина Наконимает Субтитры сделал DimaTorzok Добавил здесь Девушки Добавил здесь Соботzę Наконимает Делroe Так, наступает время последней игры, которая по номеру матча является второй И так как Августа все еще нет в сети, я запрашиваю у наших соперников возможности заменить его на Синглера Продолжение следует... Ну точнее у соперников как вежливые люди Что мы собираемся менять Августа на Синглера Дождемся их ответы только после этого, отправим запрос Дождемся... 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 Я заранее создал карту. Это будет оксид. Это будет оксид. Есть хорошая новость. Август у нас. Есть хорошая новость. Нам нужен теперь новая. Это будет у нас пвп на оксиде. Наказываем август его любимым пвп матчапом. Запрашиваем готовность в лобби. Небольшая стандартная процедура. Август называется первым. Сонная мосика. Чуть не проспал все. Продолжение следует... 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 Сейчас чек на дискорд, как меня попросили. Сега, я думаю, мы предоставим это после матча на Легу. Я пока что не подозреваю каких-то, ну, очевидных признаков стримчетинга от команды соперников. Но вот эти скриншоты, которые ты мне выложил, они мне не нравятся. Потому что в конфе сидят пацаны, игроки сидят с кастерами, которые как бы апсы на игре. И этот оверлей видно на стриме. Типа пацаны вообще какие-то, я не знаю, бессмертные. Вот вот Брик будет готов у Красного Протаса, он будет очень-очень опасен с ним. Но тут есть два имморта. Если они окажутся в позиции, то эти ставки будут нужны убираться во своей силе немедленно. Их всего 8 штук. Феникс разведывает обстановку. Докладывая, что здесь есть роботик, с которым можно бы забрать. Филды, филды пошли. Пошли от блинки, от Красных Сталкеров и рекол. Один Сталкер пострадал в ходе съемок этого кино. Филды, 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 филды. Я, кстати, проверил, может это все не так уж и плохо, потому что игрок на этой карте не находится в оверлее. В дискорде, наверное, они просто расшаривают своим кастером, которых я не впустил, потому что их тогда было бы слишком много. Авгус создает иллюзию колосса. Бросает много филдов, он активно использует свой см3 в этой атаке. И добивается огромного успеха, убедительно выигрывая это ПВБ противостояние. Этот Нексус сейчас будет уничтожен. Все правки также будут уничтожены. Джи-джи пишет новое и покидает нас. Счет становится 2-2. Одна карта. Значит, скоро закончим. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, заявляем нашего рейсера, это будет август. Ну и как-то медленно реагирует. Наверное, он уже отошел от компьютера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, блинк в иллюзию колоссов это всегда хорошая идея, когда это делает игроком для соперника. Честно, ты еще успеешь затащить для нас каточку, сегодня август очень хочет это сделать. Он правда не знает, что ему скорее всего предстоит противостоять очень сильному терра, но еще у нас ведется сейчас небольшое расследование по поводу возможного, возможно подчеркиваю стрим читинга соперника. Сега сейчас этим занимается. Ждем рейсера, ждем, ждем, все еще ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Ждем, ждем, ждем Проджиг будет этим игроком, тером Август против Проджекта Такой у нас будет эйс матч, я тут немножко Так давайте загрузим датус EUR наверное Ну и вбьем вручную уже августа и Проджекта Лайтшейд Лайтшейд создаем последнюю карта, сегодня светотень Хорошее название Положительное Поехали 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Погодите... Продолжение следует... 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 Еще один важный фактор. В этой стадии игры будет меньше пехоты. Вследствие этого в следующем пуши терна ксм вычинили друг друга. Несчастный прием. Наверное даже на полсцене не часто можно увидеть такую вещь. Как поставка ксм на ремонт. После которой они чинят друг друга. Две ксм остались дежурными на бункере. Они стоят впереди его. Это самые отчаянные парни во всем доминионе. Но они передумали. Они отправили строить две собаки. Кстати, августного сапай в локе. У него сканчивается форжа. У него делается чардж. Значит скоро мы ждем архива тамплиеров. И плюс один на атаку. Вряд ли тогда уже будет робот-икс-бей. Это будут архонты. Не знаю, насчет перехода в шторм. До сих пор, кстати, не заказан грейд в инженерке. Это уже броня. Кажется, он вспомнил, что забыл атаку. И заказав щиты, только увидел это. Отменил сразу щиты. И заказал такие-то. Возвращаться на этот грейд на атаку. А здесь щит призма. Такая нечаянно королющая призма. Выход террона. Не хватает, наверное, только апса над всем этим удовольствием. Которому мешает рыба сейчас. Чтобы точно знать... Ух, какой меткий скан. Меткий скан задевает призму. На западном фронте пока что у нас без перемен. И это вовсе не произведение Эриха, Марии и Ремарк. Это ПВТ противостояние между Аугустом и Проджектом в рамках нашего первого матча на Альфа-Тим Лиге. Кстати, тут танк стоит весьма неудачно. Он блокирует дотекание. И если в какой-то момент это дотекание не выйдет из базы и ослабит выход террона, то это будет очень хорошо. А теперь хватает отправиться контролировать то место, в котором ранее была призма. Кстати, где сейчас призма находится? Призма уже здесь. Они все-таки проворонили эту призму. Да, варкуется еще три зилота. Еще четыре с... Вверху. Прямо сюда призма отключена и будет уничтожена в ближайшее время. Какой урон несут зилоты? Просто потерям. Потери около равные с небольшим преимуществом террона. Небольшое преимущество террона компенсируется большим преимуществом процесса в экономике. Прямо таким колоссальным превосходством. Августом доминирует. Да, и я думаю, что он не зря вызвался за эйс. Он не вызывался за ничью. Кстати, красивый. Еще одна заметка для вас. Очень красивый бурдварный архонтик. Всем рекомендую. Эффектный скин. Стильный. Ни в кого не попадает антиарморная ракета. Архонты начинают тузом давить. Все это за... В4 Мортала плохая антиарморная ракета. В большей части аппетит бархонтов. Хоть в котором бесполезно, но танки в шиферной позиции. Танки разуплотняют. Только до теканей зилотов может перемоги ход этого сражения. Сейчас мы наценим успешность этого... Ввода войск. Пока что она не слишком результативна. Еще товар. 10 варпгитов есть у Августа. Здесь же есть мародеры и 3 танка. Тихонько начинает сноситься продакшн. Нужно подождать еще до варпа, и наш игрок с удовольствием это делает. Нужно массы зилотов для того, чтобы ворваться. Ворваться на плечах врага. Сломить его сопротивление. И здесь уже сзади до варпа у нас два архонта на будущее. Для того, чтобы утвердить это сражение. Свою пользу. Нет. Вот эта пачка пехоты уже ничего здесь не добьется. А значит, что экономическое преимущество Августа было оправданно все это время. Только-только вышел на третью базу. Она до сих пор не достаточно показана. У Терна у него пока что больше лимита. Но это слишком временное преимущество, чтобы с ним считаться. У него есть 60 боевого лимита. У него есть 5 бараков. Это 10 мародеров его главная огневая мощь. Главная же мощь Августа стоит в архонтах. В этом его главное превосходство. Потому что у Терна нет юнитов, которые бы имели бонусный урон. Надо продавать этот Нексус без малейших сомнений. У Августа титаническое преимущество по экономике. Да, это лишает его некоторых количеств перспектив. Здесь еще танки весьма неудачно стоят. Вполне Августа было бы вовремя это обнаружить. Но теперь они будут бесплатно настреливать сверху. Только Кавус стреляет по ним. И архонт присоединяется к ним через некоторое время. Танки уничтожены. Но слишком поздно. Они внесли колоссальный урон. Дело-то уничтожено. Кавус тоже будет отдан. Как и этот иммортал. Август решается с технологической части своего лимита. Он снова в небольшом отставании. В боевых лимитах. В дотекании Терна приходит сюда. С разрывами. Довольно-таки неравномерно. Пробки переходят на ломкистон с майни на другую локацию. Они видимо будут ставить свой Nexus там. Кто-то решил сказать, что ну как бы идите добывайте в свой двор. Терра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Да. Я немножко с дефектом речи. Но это не мешает мне. Парадоксальная вещь. Несмотря на кроталость я могу рычать. Странное такое сочетание получается. Медиваки пускай. Вот в чем интерес еще есть. Но есть уже два либератора. Также есть два танка, которые будут тут обеспечивать. Но можно сказать, что-то справляться. Зилоты сильно страдают. Но пузом, пузом архонтов удается продавить островки пехоты. Она вынуждена прятаться по медивакам кто куда. Таким образом они разбегаются от сплэш архонтов. Архонтов же в ходе танкования подменит новая группа зилотов. Да. Да. Тут надо только уходить в терраину. Щиты, поднимаем щиты. Наступает решающий момент этого сражения. Потому что терра набавляет гастов, у которых уже есть крейтный радиус ЕМП. И не похоже на то, чтобы он узнал об этом транзишене. Он по большей части складывает, сеется в одну корзину сейчас. Впрочем, у него корзина достаточно богата. Он почти всю игру ведет по экономике. Он же в течение 10 минут стабильно находится впереди в этом компоненте. Размены, правда, у него не самые лучшие при этом. Но он может себе это позволить. Плюс два на атаку. Ух, как их не хватает все это время. Здесь еще и группа пехоты врывается и начинает уничтожать экономику. Экономику, которую Протас так долго строил. Терра, ну вот скажи, вот ты разве это все строил? Какой ты имеешь право все это ломать? Нексус тоже будет отфокушен. Не самая удачная позиция для атаки зилотов. Здесь еще и подключаются гасты. Не очень удачными ДМП. 27 пробок уничтожено. Посмотрим на ответные потери по КСМ. Уже 20 против 30. Тенденция выглядит угрожающей с точки зрения разменности. Но для Терра непосредственно. Потому что эта группа пехоты возвращается вперед и заканчивает сражение в его пользу. При Ахронта я не уверен, что они будут здесь долго жить. Да, они еще надевают делов. 7000 в минус по потерянным ресурсам. Терран живет. Вот у него неплохая экономика. Он заходит вперед впервые за очень долгое время. У Августа остается только один свежий Нексус. Он готовит сбегание зилотов на свежую локацию, очевидно. В эти секунды. Здесь еще и Либератор разложился. Он блокирует добычу. У него 22 убийства. Видимо он становится MVP этой встречи. 4 Ахронта заворачиваются дома. Зилоты возвращаются домой. Они передумали. 7 Ахронтов, да. Яйца сложные в одну корзину. Ну, явно не дали хороших плодов. Постраивает новых Гастов Проджект взамен утерянных. Утерянные ресурсы говорят нам. Именно они говорят о превосходстве красного игрока в этом эйс-матче. Здесь снова раскладывается Либератор в своей хорошей позиции. Ахронта будет тяжело его отсюда выбивать. Привет, мастер Лайса, снова. Ох, мне страшно смотреть. Игра очень тонкая. Терен сбросил мулов, кроме этого. У него сейчас очень сильное будет преимущество. Я просто боюсь, что он доведет свой элемент до 200 и закончит. Здесь слишком много Ахронтов. Яйца сложены в одну корзину. Их будет очень легко разбить. С другой же стороны, уже есть три Гаста и добавляется еще три. Не будет много ГМП. У этих ГМП огрыженный радиус. Более того, Скан замечает армию Протаса. Может снова с ней удачно разминуться и зафокусить новый Нексус. Брошенный превентивный ГМП. Не будет рекола на натурал. Армия вынуждена возвращаться пешком. Более того, он возвращается по частям. Один Архонт отдается, не нанеся никакого урона. 15 пробок уже погибло. 55 АСЛ есть у Теренера. И он становится в великолепной позиции возле рампы. Да, похоже мы проигрываем в сегодняшнем противостоянии. Да, это именно что спешл показывает Терен нам с полного спешла. Здесь еще одну локацию можно зацепить. На нее делается рекол. Рекол Август пока что будет жить. Не знаю надолго ли заложен еще один командный центр у Терена. У него некоторые КСМ курят, потому что не был проставлен реллипоинт. 2-2 заканчивается у Терена против 2-0. Против 2-2 кстати у Протаса. Я не заметил как делали с Грэйден Армор. Опс, следит за этими перемещениями. Ну, а достаточно ли того, чтобы за ним следить? Да, нам нужны волшебные Дизрапторы снова. Нам нужны волшебные Дизрапторы? Звоните в комбейщину, пацаны. Дизраптор, наш выбор. Один Дизраптор зашел хорошо, но второй уже был недостаточно великолепен для того, чтобы переворачивать эту игру. Значит, этот Мексус практически наверняка будет отдан с секунды на секунду. Пробки даже испугавшись убежали от него. А Терен решил просто дать сражение, генеральное сражение армии. И он не провалится в этом бою. У него 54 боевые элементы против 7. Секунды на секунду мы вынуждены будем ожидать Джи-Джи от Августа. Красивая игра. Красивый финал. Несмотря на то, что мы в этом финале проигрываем. Ну, не все идет, не всегда идет так, как мне хочется. Сейчас я проследую на Спайр для того, чтобы проставить счет. Вам же спасибо, что смотрели. Спасибо, что остаетесь на связи. Оставайтесь на ней, пожалуйста, и дальше. Здесь будут новые кланвары в рамках... В ближайшее время, в большинстве случаев, альфа-тимлиги. Кроме того, на этих выходных будет заканчиваться групповой этап Капуровой-тимлиги. В первом дивизионе мы также проходим в плей-офф. Уже гарантированно. А в последний матч будет решаться то, какой сид мы займем в этом плей-оффе. Какой будет у нас соперник. Удачного вам вечера. Спокойного.